Коллеги, я первый раз на таком конгрессе, на этом конгрессе. Так, я выступал уже на всероссийском конгрессе, это с четвертого и до последнего уже. Это уже было Нижний Новгород и Уфимский. Меня интересует философия, конечно, математизации научного знания. Это проблема, которая лежит на стыке, как профессор Яшин, это первый МГПУ, а профессор Яшин, который занимается философией математики, он разделяет философию математики на два направления. Это фундаменталистское и нефундаменталистское направление. Фундаменталистское, которое относится, кстати говоря, сейчас здесь звучало уже, это обоснование математики, это понятие числа. Это понятие антологического статуса математики. Это очень серьезная проблема. И, кстати говоря, проблема доказательств. С этими профессорами, которые работают в этой области, я знаком. Там Перминов работает, там работает Яшин, ну и многие. Катречка, кстати говоря, это высшая школа экономики. Мы постоянно переписываемся, но дело в том, что мои интересы лежат на стыке этих направлений. Это фундаменталистского и нефундаменталистского, то есть прикладного, можно так сказать. Это математизация. Она как бы переваливает в плоскость этого фундаменталистского направления и больше находится на стороне нефундаменталистского направления. Основная проблема математизации научного знания – это соответствие содержательной теории и математической теории. Единственная наука, которая способна, то есть более подвержена математизации, это, конечно, физика. Это бесспорно, потому что определение понятия полностью соответствует математическим требованиям, абстрактных величин, идеальных построений. И тогда математика полностью и правомерно включается в область физических исследований. Понятие точки, понятие пространства, время, которое мы определяем, численных значений. Мы начинаем разбирать понятия вектора. Мы вводим некоторые понятия, которые уже сама физика диктует математике. Это в квантовой механике появляются некоторые явления, которые могут описывать, как бы в затребованном математике обосновать их взаимосвязь. И математика, уже обращая на это внимание, в квантовой механике начинает создавать свой кластер, который объясняет математические зависимости этих явлений. Это очень интересное явление. Но математика является и примером для других наук. Мы можем смотреть на биологию, на химию. Мы можем смотреть на психологию, на социологию. Мы можем смотреть на весь блок естественных наук и рассматривать эти науки с точки зрения математики. Но здесь возникает проблема. Есть понятия, которые многозначны. И тогда, например, в социологии мы не можем, например, понятие общества понять. Что такое общество? Если дать определение обществу, я специально смотрел понятийный аппарат, определение понятия общества, насчитал их 9. Некоторые считают 18. Как можно математизировать такое понятие? То есть как бы его идеализировать? Когда мы смотрим на психологию, мы можем ввести только статистические и вероятностные методы для определения поведения человека в каких-то определенных условиях. Но это только статистика. Разбросы там очень большие. И поэтому мы можем выстраивать графики, но они приближенно дают нам понятие об индивидуальном человеке, о качестве его отношения к этому окружающему миру, о его реакции на вызовы реальной действительности. Поэтому здесь возникают проблемы. И поэтому есть науки, которые используют только фрагментарно. Или американцы еще называют ее теорией фреймов. Как бы включенность математических исследований в содержательную теорию. В содержательную теорию, которая описывает те или иные явления. В отношении содержательной и несодержательной теории, здесь уже академик Степин описывает содержательные математические теории. Он описывает то, что они разделяются на полные. То есть теории, которые могут описываться полностью математически, то есть по полноте математического содержания. Это физические теории, как бы пример. И неполные. Но требования он тоже описывает. Это я в статье своей уже оговаривал. Это проблема математизации. Но здесь еще есть одна проблема, которую мы должны выдвинуть на первый план. Для того, чтобы решить эту проблему математизации, мне кажется, что необходимо понять или выявить основания математики. Этим занялся в свое время американский математик, профессор Кривистенского университета Лен Гленц, который выдвигает Лемму. Лемму выдвигает два направления. Это пишет письмо Вейлю. И там начинается такое письмо, с большим юмором. Он говорит, я знаю, что у вас нет времени. Если у вас есть картина, то можете выбросить мое письмо. Вейлю заинтересовался этим письмом, потому что Лен Гленц нашел это общее основание между некоторыми разделами теории чисел и некоторыми разделами дифференциальных выравнений. Вот эта его идея о том, что математика в своем совокупности имеет общее основание, имеет общее основание, вся математика, она начинает работать в большей степени за рубежом. Наша математика, конечно, очень мощная математика, но занимается в основном прикладными вещами. Мне приходилось беседовать с заместителем директора института имени Келдыша по этому вопросу. И он сказал, что у нас много отделов, и специалисты одного отдела не понимают, специалисты из другого отдела, чем они занимаются. То есть математики друг друга уже не понимают, так они уже углубились в своих исследованиях. Я ему задал вопрос, а вот этими обоснованиями, то есть это нахождение общего основания, у вас есть такая программа? Он сказал, пока ее нету. Есть отдельные люди, которые занимаются. Это энтузиасты, они не финансируются. Это как бы, ну математики знают, что их рабочее место это бумага и карандаш. Это, так сказать, вступление. В 2007 году было сообщение, в котором четко указывалось, что премию Филдса за 2007 год получает вьетнамский математик. Он вьетнамское происхождение учился, аспирант Сорбоне, Гуе Бао Тяо. Я заинтересовался, за что ему было присуждено. И вот он впервые доказал то, что десятилетия, кстати говоря, несколько десятилетий Лема Лен Кленца не было доказано. Ну вот как раз Бао Тяо доказывает ее. И он сводит в единое основание дифференциальные уравнения, теорию чисел к единому основанию и теорию игр. Недавно было сообщение, что начали работу на том, что есть общее основание с квантовой механикой. Это тоже очень серьезный вопрос. Кстати говоря, сейчас я как раз это и проверяю. Насколько это возможно подтянуть квантовую механику к общему основанию математики. Ну это потому что у меня большие сомнения. Но по крайней мере это часть той задачи, то есть нельзя решить целиком задачу, начинается решение задачи по частям. Начинается стягивать многие направления математики в единое целое. Тогда мы можем заявлять о том, что если математика имеет общее основание для всех разделов математики, то мы выявляем математику как объект. И применение этого определения математики как объекта мы можем распространить на все научные знания, включая естественно научные, естественно. Ну и если уж говорить о гуманитарном, которое здесь звучало, знании, научном знании, то я могу сказать, что есть специалисты, которые работают и в Америке, и в Канаде, и во Франции, которые работают, пытаются математизировать гуманитарные знания. Ну такой из них Берже, например. Он, кстати говоря, учился в России на Мехмате, а потом уехал в Америку, там работает. Вот. Он тоже пытается это сделать. И, кстати говоря, у него неплохо получается. Там понятие добра, зла, части, но это не касается естественно научного знания. Если мы можем заявлять о том, что математика имеет общее основание, то мы можем уже говорить о том, что любое научное знание, любое научное знание, любая научная теория, содержащая это, не содержащая, ну и в естественно научном, конечно, пока кластеры, не имеющие математического содержания, является ненаучным. То, что подтверждает, по сути дела, высказывание Илларионова в свое время, доктором философских наук, Чистеха Долгопрудненского в свое время, ну многие, знаете, читали его книгу «Теорию познания и философии науки», который утверждал, что если в научной теории не математики, то она ненаучна. Это высказывание, которое я привожу в своей статье. Это, по крайней мере, такая идея о том, что для того, чтобы прийти к четкому методологическому обоснованию, но методологическому обоснованию применения математики в естественно научных дисциплинах. Но это касается теоретического, методологического характера. Я вывожу на основании вот этого доказательства, о том, что математика имеет общее основание и ее необходимость применения в естественно научных знаниях, основываясь на доказательстве вот этой леммы Бленг-Ленса, то, что мы можем и имеем право уже вводить понятие математической согласованности для определения научности теории. Естественно, научной теории. Вот это все. Если есть вопросы, прошу. Спасибо вам за краткости. Я еще хотел сказать насчет этого ответить. Меня очень заинтересовал ваш доклад и вот предыдущий. Я вот просто плохо ориентируюсь на хуже. Иван Ильич, по-моему. Владимир Ильич. А по поводу доказательства теорема Гёделя, невозможности опровержения и так далее, и так далее. Ну, это основание в математике. Их там четыре направления, помните, у Клайна, там аналитические, логические, интуитивизм и теорика множественная. Теорика множественная, более перспективная и так далее, и так далее. Этот вопрос мы поднимали, когда я беседовал с профессором Гороховым. По этому поводу, ну, в свое время, когда в аспирантуру я поступал, я тоже пришел в философию довольно-таки поздно, вот, в аспирантуру поступал в Академию наук, и там вопрос был задан на эту тему. И как раз Горохову я предложил одну простую идею. Я попробую сейчас ее нарисовать быстро, и можно. Если у нас есть теория, которую мы не можем решить, то есть она неопровергаема. Но, по сути дела, Гёдерс узнал то, что нельзя опровергнуть. Как бы ее ни пытались. Четыре направления работают, теорика множественная, более перспективная, все понятно. Но это теория, которая как бы создает крест на всех предыдущих разработках. И, по сути дела, философия и математика стагнировала на этой теории. Она была открыта в 20-х годах, то есть это было предложено там уже и Рассел, и Фреги там закончил философию свою, там ушел там. Все понятно. Но это теория как бы вот крест. Дальше мы не можем идти. Но давайте тогда сделаем ее частным случаем. Окружим ее теориями. который переводит эту теорию в частный случай. Ну и тогда. И тогда мы замыкаем эту теорию на самой себе. И тогда она невозможна. Ее будет. Просто моя идея. Я могу это просто предложить ее для обсуждения. Это просто моя идея. Она замыкается на самой себе. И она неприменима к новому научному знанию. Тем параметрам, которые сейчас нам дают вызов новых последних научных исследований. Да, пожалуйста. Это может быть уже дискуссионный момент на вопрос. Пожалуйста, Николай. Нет, это просто добавилось. Вы немножко меня обредили. Я хотел вам задать вопрос. У вас в голове окружность радиуса метров. Так, стоп. Подождите, подождите. Подождите. Это схема. Это никаких метража здесь не бывает. Масштаба у меня не указывает. Вопрос вы нарисовали. Мне не надо рисовать. Окружность радиусом метр и радиусом миллиард метров у вас в голове разное будет иметь представление или одинаковое? Одинаковое. Одинаковое. А почему? А потому что для меня легче этим оперировать. Нет, мне этим... 2πr, деленное наверх, равно 2π. Для любой окружности. Ну понятно. Вот ваша математика вот здесь, которая у нас говорит. Нет, у меня этой математики нет. Она вам позволяет строить любую окружность, а внутри себя ее в единичном радиусе. Подождите. Для любого человека окружность есть окружность. Для математики, да, 2πr. Для обычного человека, для бабушки, которая стоит и торгует редиски, которые круглые, она не 2πr. Она круглая, а не продолговатая, как, извините, французский завтрак. Да, что вы? Так еще вопросы, пожалуйста. Владимир Ильич. Игорь Леопольдович. А вот работа Бурбаки «Архитектура математики». Работа Бурбаки «Архитектура математики». Одна из основополагающих, которая дает, по сути дела, подсказки, а куда идти, чтобы решать проблему обоснования математики, искать вот это единое основание. Они в свое время дали только три структуры. Алгебраическую, то есть вся математику они свели. Алгебраическая структура, структура порядка и топологическая. Где-то, сказали, еще одна структура появилась. Они назвали эти структуры, или структуры мэры, материнские структуры, порождающие структуры. Так вот, стоит вопрос о структуре матери с большой буквы. Та, которая порождает вот эти, породила три структуры, и еще, может быть, какие-то. Вот единственное, вы пытались пойти именно по идее материнской структуры, порождающей та, которая вот единственная. Гёдель, надо его оставить в сторону, он только мозги компостирует. В части, когда он распространяет свои вот эти ограничения на метафизику. Метафизика – это гораздо больше, чем Гёдель. Это Гёдель, как перед человеком. Я просто знаю его хорошо биографии, вообще им это восхищало в свое время финская логическая школа. И, кстати говоря, он тоже восхищался финской логической. Ну, это Хельсинский университет. А Гёдель, я просто хорошо знаю это, знаю его биографию, потрясающий человек, и вообще достойный мужчина, как говорится, и так далее. Про это. Ну, это относительно насчет его доказательств, я могу сказать только одного. То, что, когда создается научная теория, вообще все научные теории, они безнравственные. И мы не можем относиться к человеку по его научной теории. Это просто замечание на то, что это Гёдель, там что-то плохое, хорошее, не будем. А вот насчет того, что в нашем сознании существует паттерн, который, ну, как его называется, материнская структура, материнская матрица, которая дает нам возможность математизировать, абстрагировать все объекты, я с вами согласен. Но это касается ИД. То есть психология, это называется ИД, ядерным состоянием сознания. Философия туда еще не забралась. Психологи торчат, и вот, простите за это грубое слово, потому что я им задаю этот вопрос. Психологи говорят, вы мне скажите, что у нас внутри, что в нашем сознании, что у нас там является началом, что нам за рождением, что было положено в это начало. И они говорят, а мы ждем от вас, от философов. И они говорят, мы не можем ничего сказать, мы ждем вас. И мы, а мы что можем сделать? Мы пытаемся найти эту, пытаемся найти эту матрицу. Уже выходит понятие сознания за пределы нашего тела, то есть она метафизична, она уже не существует, не принадлежит человеку, а принадлежит, извините меня, как вы, как кто, как считает. Это биофизики должны ответить. Да, да, да. А я вам отвечу. У вас вопрос? У меня такой вопрос. Если может быть теория, которая замкнута сама на себя, нужны ли для нее обоснования? Кто говорит об основаниях математики? Здесь чисто теоретическое построение. Если теория замкнута сама на себя, она никому не нужна. Это четкая позиция, любой ученый вам скажет. Тогда такое... Любая научная теория, объясняющая саму себя, она не нужна, она бесполезна, она не информативна. Спасибо. Если соотносить поиск обоснований математики с математической согласованностью научной теории, может ли быть математическая согласованность без обоснования этой теории? Мы можем сейчас на первых этапах, пока это уже... Ну и сейчас, если посмотреть на все это, на эту научную теорию естественного сознания, мы можем уже сейчас говорить о том, что любая теория естественного научного познания, говорит о том, что там всегда существует математика. Она как бы интуитивно включается. Это знаменитые работы Геттинга, интуитивизм в науке, и там все это сказано. На самом деле мы пытаемся доказать, почему выводим математика в научную теорию? Для того, чтобы она была более убедительной и более доказательной. То есть она была неопровержима.